друзья всем привет мы на территории свободы наконец-то мы возвращаемся в эфир я переболел коронавирусом а теперь абсолютно и полностью здоров я рад вернуться в эфир особенно с таким собеседником как рома цимбалюк наш главный украинец москве рома я искренне и очень сильно соскучился за тобой это взаимно хорошо что здесь они в больнице с возвращением давай обсудим что нам наболело да я должен сказать что конечно событий происходит прям прям очень много да я хотел бы вернуться к что меня очень беспокоило зачем я наблюдал из больницы это все-таки фокин витальт которого убрали из контактной группы как тебе в принципе эта новость скажи пожалуйста ну видишь это ноу-хау украинской власти они назначают человеком который ничего не делает потом его забирают и вроде как какая-то новость хотя еще раз в этих всех делах а минская группа и это минская площадка на в принципе она ни к чему не приведет смотри на азербайджан и смотри на мнению и на вот эти вот эмоции которые мы переживаем они касаются исключительно свободной украины никоим образом не влияет на линию фронта одну ситуацию на линии фронта не влияют на шансы перспективы до оккупации украинских территорий вот и все это наша такая знаешь игра поговорить на тему зрада перемога как бы ну по сути на фокине сконцентрировали мне весь негатив потому что общество оно такое реактивное когда человек говорит ну занимает такой публичной государственной по сути пост несет такую чушь то конечно это очень многих беспокоит и на возмущает но вот эти вот кадровые перестановки абсолютно необоснованные они поведут только к одному обнуляют рейтинг зеленского и и и его партии но вот и все это не право по это не про мир и войну а перед тем как перейти к острым вопросам как центом которые все-таки в этой теме хотел бы расставить в отношениях этой контактной группы отношения между киевом и москвой переговоров это все-таки я должен сказать что друзья подпишитесь и общайтесь на наши телеграм-каналы это телеграм-канал свободного друзья 24 часа онлайн и телеграм-канал рома цимбалюка очень интересно друзья ну и конечно же наши youtube канал и прямо сейчас поставьте пожалуйста лайк напишите комментарий нажмите кнопочку подписаться для нас это супер важно но а теперь я перешли хотел бы перейти вот к вопросам которые меня очень сильно волнуют я хотел бы но возможно что чтобы ты на них ответил так же откровенно как я хочу тебе их задать ну например давай так взгляды фокина были давно известны до того как его назначали в администрацию президента но кто дурак фокин или администрация президента если администрация президента по итогу за эти же взгляды его и уволила но они же должны были знать что у него такие взгляды ну кто-то из двоих дурак слушай давай пойдем логическим путем под указом о назначении фокина и об его увольнение стоит подпись президента украины владимира зеленского по моему там очень четкий ответ то что действующий президент особо не вникает в эти вопросы по моему это ни у кого сейчас не вызывает сомнения потому что слушайте фокин публично на медведчуковских каналах неоднократно заявлял о том что надо понять и простить россию потому что если кто если бы они не оккупировали украинский крым то там были бы солдата нато наверное так это уже слышал это просал мы так боялись войск альянса что начали вас стрелять как бы до их прихода поэтому очевидно что когда нас сделали это кадровое назначение позиция фокина учитывалась возможно как бы был такой как бы надежда ли смысл что такие люди как фокин как бы позволят прийти какому-то компромиссу с российской стороной на россиянам абсолютно по боку на наши вот эти вот все движения на назначение и вот эти вот действия понимаешь и они как действовали этим катком так и действуют вот знаешь как сейчас все говорят про фокин про фокина ну да это уже но новость как бы уходящая но сегодня вот мы с тобой какого 6 октября общаемся в москве например виктор медведчук который рассказывает что украинская сторона завела переговоры по на донбассу в тупик да вот украина виновата в том что на российский флакин на российская военная группировка находится на украинской территории и вот здесь как бы это уже про реальную политику потому что мы видим что еще как полный карт-бланш как предыдущие власти такие иудействующие и они имеют и контроль над рядом сфер в экономике имеют медиагруппу кормится за счет украины и сейчас вот он приехал в российскую столицу рассказывает о том какая плохая его страна ну или украинская власть которая была выбрана украинским народом то есть вот и никто ничего не делает вот тут как бы наверное много интересней было бы поговорить потому что фокин он что дедушка безобидный с точки зрения как бы у него никаких неполномочий не было он только как бы понимаешь будирует информационное общество информационную повестку и и раздражал детей людей а вот здесь вот мы видим как люди действительно работают в украине против украины пятая колонна да я абсолютно с тобой согласен мы сейчас перейдем конечно же к медведчуку есть два акцента которые хотел бы расставить и услышать твою точку зрения все-таки в этой конечно же бесспорно уходящей теме да но меня остается ощущение того что все-таки вот это назначение и потом некоторые месседжи которые озвучивал фокин это как знаешь замер температуры градусов вот по палате насколько общество которого готова принять вот эти вот месседжи или какие-то там уступки возможно да или услышать донбасс голос донбасс то есть мне почему-то кажется что вот как ты думаешь все-таки это спланированная акция это заявление и план был офиса президента но потом это не сработало и дедушку вот значит бунитас я не знаю тут по моему смесь каких-то надежда которая с добавлением дилетантизма дает такой результат потому что ну как бы обычно если хочешь пробить на общественное настроение то власть и оппозиция неважно просто заказывают глубокие социологические опросы у нас же они проводятся регулярно так вот что интересно несмотря на как бы всю на такую вот миролюбивую политику зеленского количество людей которые обвиняют россии в развязании войны на донбассе она растет у нас стране причем как бы тут радоваться не стоит потому что цифры они печальные 60 процентов только считают что россияне ведут войну на против украины на донбассе возникает вопрос а где еще 40 вот 20 из них это как бы не определившийся а 20 процентов считают что во всем виноваты украинское правительство и украинские олигархи понимаешь как бы и мы живем этой стране и вот на эти 20 процентов ну собственно говоря опираются медвещук и крем или в нашей стране и с этим придется жить и считаться закрываем тему трехсторонной контактной группы я бы хотел задать тебе вопрос касательно офиса президента и вообще политики офиса президента но если угодно владимир зеленский или его офис администрация используют эти этих людей как презервативы да то есть они раз взяли использовали в каких-то целях не очень чисто плотно при этом все хочу тебе сказать судя по заявлениям ну и выбрасывает да вот смотри мы можем сказать сивоха сейчас фокин это одни и те же темы да да и абсолютно их берут дают им полномочия а потом от них отталкиваются отказываются и говорят вообще это старый дурак это вообще непонятно кто собственно это предательство ну и во первых я в тебя поправлю им полномочий никто не дает их на как бы наделяют формальными статусами с помощью которых они как бы частично на выражают на волю государства если мы говорим о сивох он был кто там рад ником советником главы рнб на общественных началах и вот эта вот работа первого заместителя главы трехсторонней контактной группы наша делегация но она тоже такая тоже без зарплаты как бы это такая вот понимаешь это исключительно о словах это вообще ничего не имеет общего и близкого к переговорам и сути переговоров ну и естественно к изменениям на земле то есть я честно тебе скажу мне кажется вот в офисе зеленского кто там как бы там думает о рейтингах стратегиях они как бы просто связи с тем что владимир александрович как-то сказал такую фразу во время новогоднего поздравления какая разница помнишь у него было вот когда он там по поводу улиц размышлял то какая разница как будет называться твоя улица если она заасфальтирована то есть улица моторолы улица путина на улица степана бандера или улица зеленского какая разница мне кажется разница есть так вот вот с этим подходом какая разница ними мечутся и вот сейчас как бы ну то есть если бы подавляющее большинство общества было настроено на коллаборацию с россиянами и на сдачу страны они выпили бы в эту дудку как бы тут они знаешь как бы поняли что ага там вот эти 20 процентов они четко на окученные уже медвежуками и ты ничего с этим не сделаешь и соответственно делаю два шага назад как бы в том плане что вот украина нато и европейский союз как бы это я говорю о знаешь вот месседжах в обществе потому что опять же если что касается дел то мне нельзя зеленского критиковать вот у нас вообще молчит он без знаю знают он что-то за нато кому она там нато и кому она альянс но все действия в этом плане они просто абсолютно позитивны может я не знаю может это хитрая тактика такая не пол за год с небольшим президентства зеленского получили статус партнерства с расширенными возможностями у нас там это супер крутые научения под носом у россия ну понятно политическая демонстрация что украина не сама но при этом как бы бы вот этого такого патриотического надрыва как приемная петри алексеевич и сейчас у нас нету понимаешь этому вот вижу так давай переходить к медведчуку мы об этом уже заявили слушает то что делает медведчук сейчас в москве это работа для сбу а ты понимаешь работа для сбу очень много и так ведь достаточно проанализировать эфиры которые же какие они тезисы там транслируют транслируют абсолютно антигосударственное действие на подрыв украины с серединой чтобы принимать какие-то действия по этому поводу а надо иметь крепкие яйца очень крепкие потому что если ты тронешь медведчука на сразу за него заступиться путин и он может заступиться на в том числе активизации боевых действий как угодно поэтому я не знаю вот это вопрос как бы политической воли но у нас ее по многим вопросам нету так что если еще посмотреть как бы как проникают на люди ну с вот этой вот группы с пророссийским душком во власти то есть на должности зам генпрокурора в зам глав офиса президента то как бы как на работают помню вот этим антикоррупционным органам например кто там обращается в конституционный суд о пзж и слуги народа понимаешь как бы то есть политика дело грязное но здесь она совсем в таких коричневых отвратительных тонах но маем от еще маем да одно дело когда речь идет о политике другое дело когда это речь идет о госизмене да и кстати говоря вот мы говорим по поводу яиц да я хотел бы тебе напомнить что еще до болезни у нас был эфир когда служба безопасности начинала интересоваться господина медведчуком если ты помнишь и мы тогда обсуждали же будет ли какой-то результат или не будет до результата нету значит медведчук опять в москве это означает что владимир александровича нету яиц я добавим одно слово политических яиц а то как бы мы я честно признаюсь я не видел не смотрел и не подсматриваю вот если мы говорим о политической воле ну как бы об этом это событие которое мы можем сейчас наблюдать понимаешь когда это вообще конечно это сюр когда на представитель украинской украинского парламента приезжает страну агрессор им с людьми которые прямо поддерживают на голосовали и являются элитой российского государства которая приняла все эти бандитские решения против украины они обсуждают о том как же украина виновата как же переговоры все зашли в тупик из-за плохой украины но это же ну просто достаточно проанализировать как бы действия вот эти заявления ну вот тебе уже статья если бы вот в россии кто-нибудь себя так повел как бы ну остался бы ну начинно приехал бы украину с такими вот размышлениями остался бы украине и мы бы и ты бы его на следующий день бы пригласил бы себе в эфир понимаешь но здесь четко структурированное государство у нас государство слабое страна сильная народ сильное государство слабое не знаю как это желание у людей изменить этот расклад и есть и уже давно но пока не особо получается как статьи медведь к принимают в россии что говорят и как много внимания уделяют именно этому его визиту но вот из того что я прочитал на данный момент из официальных заявлений он там в обнимку со володином а там спикером госдумы который кстати угрожает украинским политикам тюрьмой российская за то что они называют и требуют вернуть крым оккупированный так на секундочку а медведчук вот приехал как бы он тоже говорит что крым это украина но вот его на него это почему-то не распространяется и на эти заявления были показаны по на российскому телевидению и вот для меня осталась пока загадкой с путиным он будет встречаться или нет что вот бы не было еще возможности спросите об этом возможно или в новостях мы это прочитаем или завтра спрошу как бы встречался же медведчук с песком с путиным но понимаешь как бы но это настолько как бы явно никто даже не скрывает как бы что это реально представители кремля на в нашей стране представители партии коллаборации и вот сейчас же у нас местные выборы приближаются просто ну не знаю может кто-нибудь нас увидит из избирателей о пзж то есть я вообще за то чтобы люди голосовали как они хотят но вот эти ребята они ваш дом ваш дом в первую очередь восток украины частично юг хотят принести донецкие российские практики со всеми вытекающими последствиями надо ли оно вам я вот не уверен как бы что это на то что за на что заслуживают жители нашей страны граждан нашей страны сто процентов вот как раз про войну про донбасс и про вот этот вот сапог якобы антинатовский до более 30 лет продолжается в нагорном карабахе и наверное это главное сейчас топ тема в россии это правда да 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 это я тебе переверну я говорю что про украины об украине говорят значительно меньше все взгляды на кавказ сейчас да дело в том что мне для меня удивительно что про нагорный карабах говорят так мало в публичном каком-то обсуждение на телевидении среди экспертной среды именно в украине потому что мне кажется расскажи как ты это все видишь но мне почему-то кажется что конфликт между армении и азербайджаном и нагорный карабах это вот равняется донбасс просто уже с опытом территории который прошел 30 лет то есть мы можем смотреть на нагорный карабах и понимать что будет на донбассе практически но один в один как ты считаешь ну значит как я с тобой полностью согласен тут единственное как бы надо сделать несколько ремарок что причины боевых действий и войны у них и у нас они разные все таки потому что это конфликты между азербайджанцами армянами на столетие в истории все это прослеживается хотя с другой стороны у нас тоже с россиянами то же самое просто за последние 70 лет как-то на память у многих украинцев просто стерли по поводу этих событий никто как бы по этому поводу не думает ну то есть если вот убрать на причины конфликта то вот с момента подписания минских соглашений наших и их них один в один то есть и я еще до того как у них все разморозилось всегда сравнивал конфликт на донбассе именно с нагорным карабахом всегда говорил что ребята наше будущее именно такое то есть что имеется в виду что не будет как приднестровье где все принципе расслабились и ну как бы эти контролируют одну территорию эти другую и в принципе на никто никому не мешает жить то в нашем случае будет всегда так как сейчас когда на армия всегда в боевой готовности парни с автоматами наши танки заправлены после не на первой линии на второй линии боекомплект загружен как бы в случае чего в любой момент можно начать защищать свою родину давай так мягче скажу вот это факт и еще раз вот что важно это надо тут показывает привет всем миротворцам то есть ты можешь минском формате вести переговоры 30 лет а в конечном итоге если станет вопрос о возвращении территории все равно дело за танками а вот кстати классно что мы подошли к танкам не дай бог конечно но тем не менее официальный баку заявляет о том что больше они не намерены бороться дипломатически да то есть они не готовы больше ждать и не готовы к полноценной полномасштабной войне я правильно понимаю то что происходит но это факт то есть понимаешь вот эти вот все статус-кво опять же проведем параллель с донбассом вот это вот линия фронта или граница государственная непризнанная потому что вот я неоднократно у наших от наших военных слышал такое выражение что на линии соприкосновения на донбассе это новая граница с российской федерацией ну мы исходим из того что временно но вот де-факто сейчас так так вот эти границы они же формируются не просто так непосредственно по результатам боевых действий то есть вот на каком этапе война закончилась кто что себе откусил и дальше якобы занимаются на этой работой дипломаты ну что сейчас же все тоже как бы говорят что нужно прекратить стрелять и из как бы с гуманистической с общечеловеческой точки зрения это абсолютно правильно как бы если ты ставишь вопрос о возвращении территории тут других вариантов нет то есть это опять же про нас если мы можем или согласиться с тем что на россияне у нас не тут шоссе несколько раз говорили но мы же это честно завоевали почему мы это должны этому вам отдавать как бы ли мы с этим соглашаемся как бы или на каком-то этапе накапливаем силы через 30 40 50 лет как бы идем устанавливаем свой украинский порядок но логично в украине должен быть украинский порядок просто вот от этой фразы украинский порядок и и я услышал на брифинге мид российской федерации или от лаврова говорит как это так эти украинцы хотят чтобы в украине был украинский порядок это же ну просто ужас какой-то а я вот думаю а какой он должен быть как ты думаешь украина и порядок там должен быть украинский то есть если эта страна россия то ну пожалуйста устраивайте свой российский порядок мы за как бы за поребриком даже ну как бы смотрим на вас ваша жизнь ваша сродна делайте что хотите я так соскучился за нашими эфирами что позволю сегодня все-таки not продолжать задавать тебе такие вопросы если официальный баку при поддержке турции как мы понимаем да готов реально полномасштабной и будет разворачивать военные действия как ты считаешь если все равно мы понимаем что рано или поздно российские украинские танки схлестнутся да на донбассе насколько но выгодно конечно плохое слово да но доречно вот украинская доречно был бы второй фронт на донбассе в это время как ты считаешь ну во первых я не считаю что это закономерный вопрос склестнулся или не слеснулся я же сказал перед этим что пока все идет к тому что украинское общество наоборот как бы ну как бы а мы не согла мы называем на россию страной агрессором б в принципе общественное мнение склоняется к тому что ну давайте оставим так как есть просто и минимизируем наши военные потери на среди военных и гражданского населения то есть как бы две разные экспозиции потому что азербайджан и армения они вот этот патриотический угар их он не он не на секундочку и военный не останавливался с момента завершения боевых действий поэтому видишь как бы давать второй фронт во-первых в армении на нагорном карабах идет война между арменией и азербайджаном то есть россия по большому то счету кстати они своих ближайших союзников сдали я вот как раз только что на канале выпустил видео где лавров встречается с представителями ассоциации европейского бизнеса на в рф ну то есть это компания там икея там допустим там volkswagen или еще там что-то и один из этих бизнесменов спрашивает у него так а как же нам не допустите геноцида в 20 каком сейчас веке же в двадцать первом веке армян а лаврова знаешь что отвечает он говорит ну геноцид знаете что в украине творится как-то на как проводит украинская власть геноцид над русскоязычным населением то есть это просто фантастика дипломать дипломатический ход просто очень оригинально если его спрашивают про армян а он начинает нести вот эту чушь про украинцев то это говорит о чем что они как бы ну не спешат вмешиваться в эту ситуацию по сути отдали армению эрдогану по крайней мере на сегодняшний день и вот эти вот истории со вторым фронтом ну это все намного сложнее намного сложнее ну нельзя такие параллели проводить потому что вот вот смотри вот я пытался для себя определить вот мы как государство какую позицию занимает у нас в украине гигантские и армянская диаспора и азербайджанская которые у нас ну по моему слава богу никаких внутри страны конфликтов нет но и опять же мы как государство абсолютно симпатично как люди я не думаю что в украине сильно как бы становится на сторону или армян или азербайджан или кого-то выделяют из этого вот если мы говорим так о таком бытовом человеческом уровне но когда идет речь о государственных интересах то понятно мы поддерживаем территориальную целостность азербайджана и потому что у нас свой карабах который россияне нам создали это крым и донбасс то есть один в один и тут уже как бы симпатии вроде переходит в сторону баку а если учесть что армения еще члена дкб и союзник российской федерации которая нам все эти ужасы устроила то как бы симпатии к армянскому государству получается еще меньше ну я правильно размышляю хотя вот я не знаю нас будут слушать армяне азербайджанца хотя я еще раз хочу подчеркнуть что ну мы же далеко и ну мы больше не вмешиваемся в и президента и наш министр иностранных дел они как раз занимают такую позицию поддержка территориальной целостности азербайджана и дальше призывы к миру прекращение боевых действий но и так далее россия сдает армению как мне кажется по очень простой понятной причине владимир путин боится эрдогана ну вопрос как бы такой вопрос силы и это кстати говоря вопрос не очень то и прост как может показаться на первый взгляд потому что я подразумеваю что сильная украина да и решительная украина ее тоже можно бояться на самом-то деле видишь в военном аспекте на турция это по мощности вторая страна в нато у них все самая современная на не давают практически нон-стоп последние сколько в своем регионе в общем без остановки и самое главное видишь сравним амбиции украинского руководства как сейчас какие допустим два года назад у нас о чем говорят о мире понимаешь а там соответственно опираясь на экономическую мощность покупают новые самолеты в 16 она разрабатывает новые дроны и и так далее и так далее и вот мы по моему у турков купили и системы связи вообще кстати после 14 года у нас военно-техническая сотрудничество с турцией просто мы так так далеко зашли обсуждаем и создание новых транспортных самолетов с турками и беспилотники вместе строим поставляем для их стратегических беспилотников мы поставляем двигатели мотор сич то есть ну как бы только понимаешь у них это все свое а мы как бы подрядчики и партнеры а у них государство в это вкладывает деньги они же это не для парада все конструируют ну что вот есть амбиции у страны поэтому видишь я не думаю что можно так формулировать что путин боится эрдогана нет тут тоже как бы есть и порох как бы и в случае чего сам знаешь у них готовность воевать есть по моему тут просто как бы игра немножко сложнее и сейчас в части карабаха что-то отожмут у армянской стороны и в результате на армении станет абсолютным сателлитом российской федерации и у пашиняна как главы этого государства будут большие проблемы как человек который потерял территории так далее так далее и ну короче результат всего что армения будет четко следовать фарватере на российской федерации не знаю они возможно даже вот начнут сейчас признавать оккупацию крыма я так иногда об этом думаю и про белорусов кстати и про армян потому что страны становятся полностью зависимы от кремля и соответственно могут диктовать волю как они хотят по поводу боязни мне есть контраргумент помнишь сбитые самолеты которая турция сбила российские ничем это не закончилось как пустыми словами ну ну и ничего со стороны кремля ну во первых это происходило в сирии тут же как бы вопрос театра военных действий армения как они здесь по телевизору говорят армения это зона наших стратегических интересов кстати как и азербайджан что тоже важно и тут вот на этих противоречиях как бы ну эти истории они не имеют такого простого прочтения там за тех или за тех все перевернуто конечно вот я смотрю российский телевизор там показывают на армянские системы современные рсзо прошу прощения не армянские азербайджанские которые понятно что это последние модели которые россия продала азербайджан то есть продали стране которая является главным противником их ну якобы ближайших союзников поэтому тут посмотришь как бы оккупацию армении никто не допустит я так все какие это вижу а вот с карабахом могут быть нюансы то есть они подключатся ближайшее время подключатся если надо будет в том числе на военной силой и все-таки закончить наш сегодняшний разговор хочу белоруссию но не просто белоруссию не обсуждать что там происходит внутри потому что если честно надоело а задам простой очень вопрос как мне кажется беларусь больше не союзник украины как она не она никогда не была союзником подожди надо разобраться на беларусь было есть и остается ближайшим даже ближе чем армения военным союзником российской федерации у них совместные там что системы пво у них вот это вот союзное государство на тот знаешь как когда путин сейчас начал говорить о том что мы сформировали резерв для того чтобы подавлять протесты в беларуси эту спрашиваю а будет решение совета федерации разрешить путину зайти в другую страну ответ такой а он нам не надо это у нас союзное государство но у нас есть уже до этого подписаны и масса документов которые это все допускают и предполагают поэтому беларусь никогда не был нашим союзником вообще-то мы являемся уже западом и для беларуси и для на российской федерации просто вот эта история с так называемыми выборами в минске и в других городах они просто эту ситуацию обнажили а так было всегда посмотри на что говорит и что заявляет лукашенко по украине то есть позиция такая вроде как не 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 вашим не нашим но в ключевых моментах всегда но лукашенко занимал позицию по помна пророссийскую посмотри как голосуют армения и беларусь по вопросу крыма в оон и на других каких-то международных площадках то есть ну если по таким ну вообще значит там голосование вон в генассамблее по сути это как бы такой как бы это дипломатическая штука которая не влияет на ситуацию на земле но как бы если наши белорусы официальные не белорусы официальный минск потому что это не одно и то же голосуют как им говорят в москве то какие же они нам союзники понимаешь не говоря уже там ну про вагнеровцев эта история которых парней которые убивали наших просто взяли извинились как сказал лукашенко напоили их водицей и отпустили куда опять убивать кого-то так что не надо строить иллюзий по этому поводу у нас значит пока мы не член нато нам защищать свою родину придется самим но союзников у нас на севере именно по советском пространстве нет и это нужно осознавать перенести последнее время говорят переговоры из минска кстати говоря ты как что если они будут все таки эта ситуация выйдет в повестку дня куда бы ты хотел перенести переговоры по конфликту на дом я у меня есть самое оптимальное предложение которое закончится очень успешными переговорами их эти переговоры нужно перевести в киев часть переговорных команд будут размещены в лукьяновском сезон вот тогда как бы дело пойдет а в противном случае переноси не переноси это не имеет смысла ну то есть как бы есть глобально ничего не изменится ну ты понял что я имею ввиду насчет киевского сезона что условно очень бессмысленно ты сказал до этих ребят которые с российскими паспортами почему там рассказывают как надо жить свободно украине называя себя представителями отдельных каких-то каких-то дебильных стран на которые созданы оккупационной администрации которых созданы гражданами российской федерации вот а по поводу переноса ну эта площадка она бесперспективна смотри на азербайджан и на армению это первое а во вторых ну говорят же что вот может переехать там на веном швеция рассматривается еще некоторые страны куда нужна шенгенская виза для граждан российской федерации для наших не нужно так вот тут очень интересный момент будет в том что как мне кажется может смысл который на ситуации на востоке не повлияет но смысл есть вот смотри приносится переговоры в вену например ну или швецию здорово как бы я думаю кравчук с удовольствием будет туда ездить если будет то у ребят нас которые представляют оккупационной администрации скажут а вы вы что там вы же говорите что донбасс это эта часть украина не грустно ну на переговоры что не собрались статус особо отстаивать задать задать нужно будет просто один простой вопрос предъявите ваши украинские паспорта и но вперед поезжайте в осло а если паспортов нет тогда дос видос и в этом плане почему здесь уже очень так нахохлились что мол нужно согласовывать с лугандони перенос площадки потому что они прекрасно понимают что эти люди просто не смогут туда заехать вот вот тут как бы такой важный нюанс в части переноса ну в связи с тем что как сказал медведчук украина виновата в тупике а я считаю что это не тупик а просто последствия оккупации то переноси не переноси хоть с илоном маском на марс можно отправиться как бы ничего не изменится хотя вот если говорить о российской части делегации в принципе в первом экспериментальном корабле илона маска можно отправить отправить но если они не хотят в киевской сезону пускай на марс летят что же завтра у тебя будет возможность если я правильно тебя понял задать вопросы все эти господину медведчуку виктору нет дмитрию пескову потому что медведчук я не знаю как бы они же тут на основе меня не сообщают по факту вижу типа видео приходит как бы своего участия вот а вот у пескова можно спросить кум кума видел или нет наверное важно как бы может быть мне потом даже грамоту в сбу дадут понимаешь как бы скажут вот спасибо роман мы не знали вот хотели выяснить не встречался медведчук с путиным или нет а вот а флешку ты привезешь в гагу потом эту с этим видео нет 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 пусть читает агентство униан как бы без флешек как бы у нас все в открытом доступе никаких секретов от зрителей нет друзья на этой супер позитивной ноте я должен сказать что телеграм-канал рома цимбалюка очень важно друзья там появится видео без флешки в открытом доступе с господином песковым путиным и всеми этими остальными людьми наш телеграм-канал подпишитесь и общайтесь вместе с нами наши youtube каналы друзья ну и я безумно рад вновь выйти с тобой эфир рома спасибо большое влад я надеюсь что у нас больше пропусков не будет и каждый вторник мы будем продолжать делиться впечатлениями и исходить из простого тезиса что украина была ей буду да все будет хорошо я тебе это обещаю ну а тебе будь осторожен в москве рома само собой спасибо